Телеканал КРТ представляет А вот государственный секретарь Майк Помпео изначально сыграл на контрасте с главной темой Мюнхена-2020, которую можно перевести как «беззападно». С радостью сообщаю вам, что слухи о смерти НАТО сильно преувеличены. «Запад побеждает, и мы побеждаем вместе», заявил он и чуть позже еще раз повторил. «Запад побеждает, побеждает свобода и демократия». Правда, пламенная речь Помпео о свободе и демократии, а также американском сжиженном газе, как недешевом, но надежном гарантии первого и второго, также была несколько смазана фактом тайной встречи госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, по окончании которой стороны не смогли сразу стереть улыбки со своих лиц. Мюнхенская конференция практически совпала по срокам 75-й годовщины ялтинской встречи Черчилля Сталина и Рузвельта, во многом заложившей облик Европы на более чем 40 лет вперед. Однако, ялтинский мир уходит в небытие, и появляющиеся зазоры в европейском порядке очень быстро заполняют национализм и ревизионизм. Так, согласно исследованию американской социологической службы Pew Research, 67% венгров заявляют, что в соседних странах находятся территории, которые принадлежат им. Аналогичное отношение к утраченным в разные периоды территориям испытывают 59% болгар, 53% россиян, 48% поляков и 46% словаков. Даже у немцев, из которых десятилетиями выбивали реваншизм и тестостерон, 30% бесстрашно заявили об утерянных территориях, рискуя быть заложенными бдительными соседями. Впрочем, в этих примерах для Украины вряд ли содержится что-то поучительное, в отличие от аргентинского кейса, где к власти, по результатам уже первого тура президентских выборов, пришел пиранист, то есть сторонник политики президента Перона, Альберто Фернандес, взявший себе в вице-президентой Кристину Киршнер, которая была президентом Аргентины в 2007-2015 годах. Так вот, когда победивший Альберто обещал избирателям восстановить в Аргентине равноправие и справедливость, его верная Кристина успела заявить, что Международный валютный фонд не получит ни полцента по ранее выданным кредитам, пока страна не выберется из экономической рецессии. Еще будучи кандидатом в президенты, Фернандес пообещал отказаться от оставшихся 12 из 56 миллиардов долларов от МВФ, поскольку, по его мнению, пьянство не лечат вином. «Мне нужно решить огромную проблему с долгами. Неужели я стану просить еще? Я хочу больше не просить, и чтобы мне позволили расплатиться», – заявил Альберто Фернандес. Впрочем, некоторые эксперты считают, что за заявлениями Фернандеса и Киршнер стоят не только эпатаж и популизм, но и жесткий расчет. Дело в том, что отказ кредиторов от реструктуризации долга и дальнейший дефолт неизбежно ударят по иностранным инвесторам, в частности, по планам американских компаний по разработке сланцевого месторождения «Вакамуэрта» в аргентинской провинции Неокен. А здесь такие потенциальные объемы добычи, что американцам проще нагнуть МВФ, нежели упустить выгоду от добычи сонма молекул свободы. Ну и возвращаясь к теме Мюнхенской конференции, мы обсудим украинское участие в ней с политическим экспертом Еленой Дьяченко. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Давайте поговорим о внешнем и внутреннем аспекте Мюнхенской конференции с точки зрения Украины. В первую очередь, урегулирование на Донбассе. Организаторы конференции предложили некий свой план из 12 пунктов. Владимир Зеленский говорил о неких пунктах, скажем так, достижения мира или урегулирования. Ну и, так сказать, бегавший перед своими двумя камерами экс-президент Порошенко требовал от всех выполнения минских соглашений. Ну, хочется сказать, ну, как ты выполнял, так и остальные будут выполнять. Ну, это мы уберем. Тем не менее, есть минские соглашения. Появился план 12, который там вся либерально-демократическая общественность, то есть имеющая принадлежность к демократической партии, либо к соросятам, значит, гневно отвергла. И был некие пункты от Зеленского. Вообще, какое это все имеет отношение к реальному урегулированию на Донбассе? Я думаю, что Европа нам очередной раз этими 12 пунктами сказала о том, что, друзья, нам совершенно все равно, какой будет мир. На условиях Украины, на каких-то других условиях, вернется ли Донбасс или не вернется. То есть Европа нам устами бывших высокопоставленных дипломатов и военных сказала, что, друзья, вы прекратите стрелять, потому что нам, в принципе, нужна какая-то мирная конфигурация по соседству в контексте того, что с Россией, с ядерной державой, которая разработала гиперзвуковое оружие, мы не собираемся конфликтовать ради Украины. Вот что, по сути, было сказано. Поэтому, мне кажется, эти 12 шагов, они больше направлены на то, что сделать до выполнения минских соглашений, как прекратить стрелять. Как, собственно, сами подписанты в комментариях этот документ и описывали. Поэтому, с одной стороны, поскольку Украина ничего не делает в законодательном смысле, чтобы двигаться по минским соглашениям, ничего удивительного, что такие, ну, скажем так, полуформальные рекомендации сейчас появляются, потому что у Зеленского очень короткий период времени, пока Европа будет считать, ну, или условный Запад будет считать его вменяемым и договороспособным партнером. Ну, дело в том, что есть же, к сожалению, и промежуточные стадии, вменяемые, но не договороспособные, например. Хорошо. А те пункты, которые изложил Зеленский, они напрямую, как я понимаю, не противоречат минским соглашениям. С другой стороны, ну, диалог с жителями неподконтрольных территорий, но не с властями, ну и к чему это может... Ну, в любой ситуации, вы здесь совершенно правы, если Трамп ведет диалог с Афганистаном... С Талибом. Да. Если, ну, если вспомнить, там, урегулирование, например, между Египтом и Израилем, тоже формализовались же, в общем-то, военные подразделения, да, в Косове была та же история. Всегда хоть какая-то власть, хоть какая-то легитимность на территории, это лучше, чем ничего. Поэтому вот так бояться, как Порошенко боялся, я не знаю, как проказы или коронавируса, он боялся сесть за один столбик и что бы что. Ну, здесь непонятно вот эта инерционность Зеленского, который тоже боится вот вступить в этот контакт. Но это единственный путь урегулирования. Ну, правильно ли я понимаю, что вот из каких-то комментариев и Ермака, и там, Сивоха, что можно понять, что все-таки Киев на сегодня рассматривает вариант неких выборов на неподконтрольной территории и уже с избранными людьми, с их представителями вести какой-то диалог? Ну, пока что мы слышим с оговоркой после возврата контроля над границей, да, пока мы слышим эту оговорку, мы не понимаем, это реверанс, чтобы не усугубить эту ситуацию, либо это действительно принципиальная позиция власти в другом порядке выполнять Минские соглашения. Но здесь пока шансов на выборы на Донбассе нет, хотя бы потому, что правящая партия там не имеет никаких шансов вообще в перспективе там ближайших нескольких избирательных циклов даже. Хорошо. Ну, может быть, я, в общем-то, оптимист или ищу какие-то позитивные сигналы, может быть, действительно их нет, но, тем не менее, даже в вопросе контроля над границей, если вы посмотрите, есть нюансы по сравнению с предыдущей властью. О неком совместном патрулировании, иногда мониторинг границы совместной, то есть более мягкие формы, не так, как представлял себе Порошенко, сегодня контроль над границей вешать завтра, так сказать, а все-таки это некий эвфемизм контроль над границей до выборов, то есть скорее мониторинг и некое понимание, что там происходит. Тем более мы знаем, что и на сегодня визуальный, например, судя по отчетам ОБСЕ, визуальный осмотр гуманитарных конвоев осуществляют украинские таможенники и пограничники. Ну, несомненно, позиция и присутствие Ермака – это более конструктивная позиция, и мы видим, что произошло некоторое разведение, да, мы видим, что не так уже они боятся движения в направлении мира, но в любом случае остановить огонь – это важно, и по ситуации там на 18 февраля мы видим, что, к сожалению, опять происходят прямые столкновения, мы пока не понимаем, кто же на самом деле наступал, хотя обе стороны обвиняют друг друга, да, но мы можем только догадываться, что есть, возможно, какая-то неконтролируемая тем же главнокомандующим Украины силой, которая, в общем-то, и, ну, мы не исключаем с вами, будем откровенны, того, что не всех военных, допустим, контролирует Зеленский. Ну, как минимум требует каких-то следствий или пояснений, почему в ходе, как было заявлено, нападение на украинские посты со стороны непризнанной республики, погибший гранатометчик оказался на территории, ну, он погиб на территории контролируемой, что, так сказать, ЛНР-ДР, а нечет, да, то есть, что, то есть, тоже вопрос. Ну, и, кстати, вы сегодня были в парламенте, судя по заявлениям, Арахамия заявил вдруг, что он не знает, вот вчера вся власть, кто мог, говорил, что знают, что напали в годовщину Дебальцева ДНР, ЛНР на украинские войска, и сегодня лидер президентской фракции вдруг заявляет, что он не знает, кто напал. Давайте на этой версии мы тоже остановимся, потому что очень все, очень все неоднозначно. Ну, и, так сказать, какой ваш прогноз, так сказать, есть ли политическая воля у президента и его окружения, ну, хотя бы как-то продвинуться? Или воля есть, а ручонки коротковаты? Ну, мне кажется, конечно, у президента есть желание, чтобы все было хорошо, да, но есть огромное количество нюансов и сил, которые он, как мы видим, не вполне сейчас контролирует, поэтому сказать, что ситуация сейчас находится в его руках нельзя, но если он не будет сейчас инициатором движения в этом направлении, если он будет идти чуть медленнее, чем там даже движутся какие-то экспертные доклады Мюнхенской конференции, то с ним просто перестанут считаться. Ну, на этом, так сказать, наша беседа подошла к концу. Это была Елена Дитченко, политический эксперт. Благодарю вас.